Здесь под Петербургом настоящая русская зима, не очень холодно, зато очень много снега. Это все углубилось тем, что последние несколько дней он действительно шел не переставая. И все трассы внедорожные, которые организаторы приготовили для презентации этого автомобиля, стали местами непроходимые вовсе. Что очень хорошо, поскольку Lexus позиционирует GX460 именно как серьезный внедорожник. Не просто премиум класса автомобиль, бизнес класса автомобиль, а как серьезный внедорожник. Для этого у него есть все, что необходимо. Неразвязной задний мост, выносливый на бездорожье, понижающая передача в раздаточной коробке, тяговитый двигатель, 215 мм дорожного просвета. Ну и много всяких интересных опций, которые мы сейчас рассмотрим внутри автомобиля. Вот здесь у нас блок кнопок, которые оперируют различными системами, полезными на бездорожье. Прежде всего это понижающая передача, которая включается через нейтральное положение коробки с помощью вот этой вот клавиши. Система крал-контроля рядом, которая ограничивает скорость движения и позволяет ее выдерживать постоянно при любых условиях движения. От там почти что от одного километра в час до девяти. Это система, увеличивающая уровень кузова благодаря задней пневматической подвеске. Любая нагрузка позволит нам выдержать углы въезда и съезда. И система переключения жесткости амортизаторов, спорт нормальная и комфорт. Тоже на бездорожье вещь не последняя. Здесь есть, кроме того, еще и ручной режим переключения коробкой. Можно зафиксировать передачу и ехать увереннее по бездорожью. В этой машине нет блокировки дифференциала заднего моста, зато есть кнопка блокировки межосевого дифференциала. Здесь, напомню, постоянный полный привод. Продолжение следует...